Что приходит вам на ум при слове «опасность»? С какими опасностями вам приходилось сталкиваться в жизни? Красота нашей церкви в ее разнообразии. В ней представлены 70 различных народов. И в зависимости от вашего происхождения, ваше представление об опасности может сильно отличаться. От представлений других людей. Опасность — это часть опыта человека, и она может обретать разные формы. Вы можете делать что-то, рискуя потерять работу, друзей или репутацию. Или это может быть столкновение на трассе или преследование жестокого человека. Как бы сильно мы не пытались обезопасить нашу жизнь, нам не удастся избежать опасности. А насколько следование за Иисусом ассоциируется у вас с опасностью? Или же для вас Иисус — тот, кто делает все, чтобы уберечь нас от опасности и гарантировать нам максимальную безопасность? Или же Он — тот, кто ведет нас в опасные места, где мы рискуем лишиться комфорта или даже нашей жизни? Наш сегодняшний отрывок из Писания показывает, каким может быть следование за Иисусом и в какие места Он нас приведет, если мы готовы отдать Ему все. Давайте начнем. Матвея 8, 23. Этот стих начинается с простого предложения. «И тогда вошел Он в лодку, за Ним последовали Его ученики». Слово «тогда» указывает на то, что этому предшествовало какое-то событие. На прошлой неделе пастор Роб разбирал отрывок из Матвея 8, 18 по 22. В этом отрывке Иисус исцелил несколько человек, изгнал несколько демонов, и вокруг него собралась большая толпа. Это были люди, которых заинтересовали чудеса Иисуса, или те, которые сами нуждались в исцелении или освобождении. И как часто бывает, некоторые люди вышли из толпы и заявили Иисусу, что они хотят следовать за Ним. Какой была бы ваша реакция, если бы вы увидели, как люди из толпы выявляют желание следовать за Иисусом? Вы были бы рады за них, потому что они посвятили себя тому, кто может быть Мессией? Или же вы решили, что они делают это из корыстных целей, чтобы быть поближе к известному Учителю? Иисус ответил им вызовом. Он сказал, что следование за Ним не будет простым, это будет некомфортно и опасно. Первому человеку он сказал, что им не будет где преклонить голову, а второму он сказал, что они должны быть готовы ради Мессии пропускать важные семейные события, такие как похороны родителей. Я бы отреагировал совсем иначе. Когда кто-то говорил мне, что желает следовать за Иисусом и готов сделать все, что скажет Иисус, я прыгал от радости. Я бы всеми силами пытался уговорить людей следовать за Иисусом, а сам Иисус, кажется, пытается отговорить их от этого. Очевидно, что Он о чем-то думал, когда бросал им вызов, а не начинал сразу же праздновать. Так последовали эти люди за Иисусом или нет? Мы не знаем. Библия ничего не говорит об этом. А каким был бы ваш ответ Иисусу? Кажется, что следование за Иисусом требовало большего, чем ожидали эти люди. После этого Иисус творил чудеса, общался с толпой, бросал вызов своим последователям, а затем сказано, а тогда он вошел в лодку. Там не сказано, что Иисус приглашал учеников с собой. Там написано так, что Иисус вошел первым, а потом дал ученикам возможность выбрать следовать за Ним или нет. Кажется, Он был готов уплыть и один, потому что Он был сфокусирован на миссии от Бога, и Он был готов взять с собой любого, кто выйдет из толпы. Эти люди должны были оставить толпу, войти в лодку и действительно последовать за Ним. Зачастую это все, что нужно, чтобы следовать за Иисусом, не так ли? Сейчас очень много трендов, которым нужно следовать. Популярные люди в социальных сетях, социальные и культурные нормы нашего общества. И мы так много времени проводим в толпе, чтобы не казаться странными или неуместными, смешаться с толпой удобнее и безопаснее. А какими трендами нашей культуры вы пытаетесь следовать? В этой истории толпа была заинтересована в Иисусе, и некоторые даже хотели следовать за Ним, но большинство находились там из любопытства и ради выгоды. И если мы останемся в толпе, то можем так и не узнать, что значит по-настоящему следовать за Иисусом. Если мы останемся в толпе, то мы можем увидеть Иисуса. Он может даже благословить нас, но затем Он продолжит идти дальше. Если вы не выйдете из толпы и не войдете в лодку с Иисусом, то просто вернетесь к прежней жизни. И все будет так, будто бы вы никогда и не встречались с Иисусом. И это мой первый пункт. Выясните, из какой толпы вам нужно выйти. Итак, кто же сел в лодку? Ученики Иисуса. Те, кто верно следовали за Ним, несмотря ни на что. А это очень важно, потому что переход из толпы в лодку означал опасность. Кто знает, что будет дальше? Когда вам предлагали стать последователем Иисуса, какие доводы вам приводили в пользу этого шага? Какую жизнь вам описывали, если вы станете христианином? Если вам не говорили об опасности и жертвах, то истории, которые мы разбираем сегодня, могут вас пугать. А если опасность упоминалась, то эти истории будут вдохновляющими. Когда Иисус и ученики вошли в лодку, в 24 стихе сказано, «И вот, сделалось великое волнение на море, так что лодка покрывалась волнами, а он спал». Это была неожиданная трудность на их пути. Садясь в лодку, они такого не предвидели. Отсюда мы понимаем, что следование за Иисусом не означает, что мы избавлены от страданий и опасностей. Ученики все еще сталкивались с природными катаклизмами и жизненными трагедиями. Возможно, вы думаете, если Иисус — Бог, и Он все знает, то разве Он не мог предугадать, что будет шторм, и не отплывать в тот день? Очевидно, что Иисус посчитал правильным сесть в лодку прямо перед штормом. Иисус привел их прямо в шторм. Они — последователи за Иисусом из толпы в опасность. Волны бились об лодку, и ученики смотрели в лицо смерти. Все начали паниковать. Все, кроме Иисуса. Сразу после описания хаоса шторма написано, что Иисус спал. Не знаю, были ли вы когда-то посреди такого шторма, что вода начинала заливать вашу лодку. Если нет, то хочу сказать, что в подобной ситуации очень сложно спать. Когда-то я управлял яхтами и кораблями за деньги, и знаю, что в некоторых местах могут быть очень высокие волны во время шторма. Бывали случаи, когда даже на больших кораблях волны бились об борт и мочили всех, кто был на борту. В такие моменты я переживал за нашу безопасность, потому что мы были посреди озера, а наши насосы не справляли с объемами воды на корабле. И в такой же страшной ситуации мы видим, как Иисус спит. Помните эту песню? Наш Бог — сильный спаситель. Иисус, ты серьезно? Когда ученики столкнулись с серьезной трагедией, ты — спаситель мира. Спишь? Думаю, можно предположить, что в этот момент Иисус был спокоен. Сложно уснуть, когда вы не успокоитесь. А еще Он очень устал от людей и от долгого дня служения. И из следующих стихов мы видим, что несмотря ни на что Иисус не переживал из-за шторма, каким бы страшным Он ни казался. И в 25 стихе сказано, «Тогда ученики Его, подойдя к Нему, разбудили Его». Давайте на этом остановимся. Это единственный случай в Писании, где Иисуса будили. Молодцы ученики. Когда ученики разбудили Иисуса, они сказали, «Господи, спаси нас, мы погибаем». Ученики понимали, что они в огромной опасности. Реакция Иисуса может показаться несострадательной. Их приближение к смерти было весьма реальным, но при этом Иисус холодно отвечает им, «Вы что так, боязливы? маловерные». После этого Иисус приказывает «Волнам и ветру прекратиться». И они прекращаются. Оказывается, ученики паниковали без причины, потому что, как казалось, у Иисуса все было под контролем. Это невероятный момент. Иисус может приказать силам природы и контролировать их. Это сносит крышу. Но это еще не все. Для евреев того времени море было местом обитания злых сил. А еще море – это символ хаоса, демонических сил и самой смерти. Успокоив море, Иисус показал свою власть не только над природой, но и над демоническими силами и всеми силами тьмы. Это был важный момент во многих смыслах. В Евангелии от Марка и Луки тоже есть эта история. И они пишут, что ученики были в ужасе после того, как Иисус успокоил шторм. Они были поражены не только его властью над природой, но и над местом обитания зла. Они думали, что море нужно бояться, но теперь с ними тот, кто куда сильнее, чем море, и это испугало их еще больше. В этой ситуации Иисус спал, показывая тем самым, что Он спокоен перед лицом природных катаклизмов и демонических сил. Эти вещи не заставляли Его паниковать, потому что Он понимал, что имеет власть над ними. Хорошо, а почему же Он допустил шторм? Почему Он подверг учеников ненужной опасности? В 26 стихе Иисус говорит, что вы так боязливы, маловерные. Похоже, это было что-то вроде проверки их веры. Иисус упрекнул учеников в нехватке веры. Да, они прошли через весьма реальный и страшный шторм, но при этом они были с Иисусом, а это совсем другое дело. До встречи с Иисусом такие штормы наводили на них ужас, однако теперь их жизнь была другой. Они были призваны Богом. Они вышли из толпы и вошли в лодку, а также и в опасность следования за Иисусом. Это мой второй пункт. Когда оказываетесь в опасности, знайте, что Иисус рядом. Здесь Иисус показал, что Он имеет власть над всем творением, и ученики были изумлены. В 27 стихе сказано, люди же, удивляясь, говорили, кто это, что и ветра и море повинуются Ему. Они быстро переключились со страха на удивление в свете силы Иисуса. Здесь Иисус показывает нам, что следование за Ним все равно подразумевает опасность и риск, но нам не следует бояться, потому что живем мы или умрем нашей жизни в руках Божьих, а наш конец зависит от Него. Это одно из многих благословений нашей веры. Нам больше не нужно бояться смерти, а значит, не нужно бояться смерти от таких заболеваний, как ковид. Но опасности не закончились. Иисус вышел из лодки на другом берегу, и они оказались в языческом или нееврейском регионе. Это была очень некомфортная среда, поскольку у евреев и неевреев были очень разные верования и системы ценностей, не говоря уже о том, что первыми там Иисуса встретили два опасных и жестоких бесноватых человека. В Матвее 8, 28 и 29 сказано, «И когда Он прибыл на другой берег, в страну Гергесинскую, Его встретили два бесноватые, вышедшие из гробов, весьма свирепые, так что никто не смел проходить тем путем». И вот они закричали, «Что тебе донос, Иисус, Сын Божий? Пришел ты сюда прежде времени мучить нас?» Представляете себе такую первую миссионерскую поездку? Вы выходите из самолета, а на вас бегут опасные и одержимые бесами преступники. Добро пожаловать на миссию. Также обратите внимание, что демоны назвали Иисуса Сыном Божьим. Для людей того времени этот титул означал божественность и приписывался Мессии, которого они ждали. Очевидно, что эти демоны признали в Иисусе Сына Божьего. Они знали, кто Он. Также сказано, что эти бесноватые были такими непредсказуемыми, что никто к ним не приближался. Они сами жили посреди могил. Но туда приехал Иисус. Иисус приблизился к ним. Когда мы выходим из толпы и следуем за Иисусом, мы должны ожидать, что нас ждут опасные места. Но красота в том, что Иисус рядом. Когда мы призваны идти в опасные места, Иисус там вместе с нами. Возможно, Иисус призывает вас в какие-то опасные места, а вы их избегаете, эти жестокие и страшные люди подошли к Иисусу, но не напали на Него, а признали Его божественность и со страхом спросили, почему Он пришел. Эти демоны понимали, что Иисус куда опаснее, чем они. И еще в 29 стихе сказано, «Пришел ты сюда прежде времени мучить нас». Демоны понимали, что Иисус может уничтожить их, а также мучить. А еще они понимали, что их время пугать и мучить людей на земле было ограниченным. В книге Откровения сказано, что есть назначенное время, когда Иисус вернется, и все зло будет уничтожено, а останется только восстановленное и совершенное творение, которое Бог и всегда хотел иметь. Демоны понимали, что Иисус не позволит им своевольничать, и что Он пришел освободить тех бесноватых. Поэтому они попросили Его, чтобы Он позволил им войти в стадо свиней поблизости. Иисус удовлетворил их просьбу. Демоны вошли в свиней, которые сразу же кинулись с обрыва в море и утонули. Эта история записана также у Марка и Луки. Марк уточняет, что свиней было две тысячи, только представьте, как стадо из двух тысяч одержимых бесами свиней несется в озеро и тонет. Такое видео стало бы очень популярным на ТикТоке. А те бесноватые мужчины, которых долгое время все избегали из-за их жестокости, теперь наконец-то были свободны. Они могли вернуться в общество к нормальной жизни. Мы могли бы подумать, что жители Гадарина будут в изумлении и в восторге от результатов чуда, совершенного Иисусом. О таких моментах мы молимся и надеемся, что мир их увидит, а потом поверит в Иисуса. Люди, пасущие стадо свиней, видели все происходящее и побежали в ближайший город, чтобы рассказать всем об этом. Они рассказали все даже об освобождении бесноватых мужчин. Какой крутой момент для евангелизации и свидетельства о селе Иисуса. И это обошлось ценой всего в несколько свиней. Но зато жизни тех людей были спасены. Затем сказано, что весь город вышел навстречу Иисусу. Это именно то, чего мы так ждали. Все услышали о чудотворной силе Иисуса и захотели прийти и увидеть Иисуса лично. Остается только повести всех в молитве покаяния. Итак, жители города пришли к Иисусу и сказали, «Мы хотим посвятить Тебе свои жизни. Мы хотим следовать за Тобой. Ты избавил тех людей от демонов. Спасибо тебе, Иисус». Шутка. Ничего такого не было. Вместо этого, в 34 стихе сказано, «Просили, чтобы Он отошел от пределов их». Иными словами, Иисус, уходи отсюда. «Твое присутствие делает нашу жизнь хуже». Почему? Что Иисус сделал не так? Он же спас жизни тех людей. Подумаешь, погибли какие-то свиньи. Но тому есть две основные причины. Марк и Лука написали, что жители города были в большом страхе. Жители города знали, какими сильными были демоны, овладевшие теми мужчинами. Они потеряли надежду на то, что тем мужчинам станет лучше, и бросили их в одиночестве. Но Иисус мог избавить их от тех демонов, потому что Он был сильнее их. Осознав силу Иисуса, жители города не могли не испугаться его. А еще они были расстроены тем, что остались без своих свиней. Цена за изгнание демонов оказалась слишком высокой. Легко прийти к выводу, что люди не оценили миссию Иисуса. Они не проявляли благодарности за освобождение тех мужчин от демонов. Вместо этого они разозлились, потому что миссия Иисуса плохо сказалась на их экономике. Те свиньи символизировали собой не только хрустящий бекон и нежные отбивные, но и деньги. Из-за миссии Иисуса было потеряно много денег. Иисус знал, что жизни тех мужчин стоили дороже, чем тысячи свиней и деньги, которые они символизировали. Но толпа думала иначе. Они сказали, что присутствие Иисуса принесло больше вреда, чем помощи, больше потерь, чем выгоды. Из этой истории мы видим, что Иисус не боится испортить экономическое положение. Он готов пожертвовать огромными суммами ради свободы людей и возможности новой жизни. Ответьте мне, кто вы в этой истории? Вы боитесь Иисуса из-за Его власти над всем в вашей жизни? Или же вас больше волнует ваше личное богатство, чем миссия Иисуса? Из этих двух историй мы видим большую разницу между жизнью толпы и следованием за Иисусом в опасной ситуации. Толпа была рада, когда Иисус служил ей, исцелял, освобождал, восстанавливал. Они даже думали о том, чтобы следовать за Иисусом. Это казалось им весьма интересным и забавным как приключением. Он же был широко известным учителем-чудотворцем, но Иисус расстроил их тем, что следование за ним было не таким гламурным, как им казалось. Он сообщил им, что оно больше связано с самоотречением. Толпа — это прообраз царств и обществ нашего мира, зацикленные только на себе и на том, что происходит здесь и сейчас, и пытающиеся получить максимум удовольствия за нашу недолгую жизнь. Толпа или царство этого мира всеми силами стараются продать нам эту идею. Наша греховная человеческая природа хочет ставить на первое место наше желание, а не стремление служить другим. Нам легко стать частью толпы, легко прийти к Иисусу за благословением, а затем вернуться к своей жизни. легко говорить о том, как сильно мы любим Иисуса и хотим следовать за Ним, но при этом жить так, что это совсем не видно. Некоторые люди пытаются представить следование за Иисусом как что-то крутое и безопасное, а иногда очень привлекательное. Но сам Иисус не говорит здесь ничего подобного. Совсем не круто пропускать похороны своих родных. Совсем небезопасно проходить через серьезные штормы или встречаться с опасными бесноватыми. И уж совсем непривлекательно потерять много денег и не иметь где преклонить голову. Иисус призвал нас из толпы и из иллюзии, что в жизни нужно искать только удовольствий и комфорта. Иисус призвал нас к новой жизни и в новое царство, которое не из этого мира, но которое принесет нам вечную жизнь и восстановление всего. Когда исчезнет все в этом мире, останется только царство Божье с царем Иисусом. Пункт третий, только следуя за Иисусом в опасность, мы переживем силу царства. Многие из нас хотят быть в царстве Божьем, в теории, но когда мы видим, что следование за Иисусом означает отказ от многих вещей этого мира, то нас это не очень привлекает. Мы хотим такую веру в Иисуса, которая будет крутой, безопасной и привлекательной, но Иисус не поддерживает такие фантазии, чтобы убедить нас следовать за Ним. Вместо этого Он садится в лодку и плывет прямо в шторм, говоря, следуйте за Мной, если хотите, если нет, прощайте. А вы готовы выйти из толпы в опасность, чтобы пережить силу царства, о которой мы говорим в этой серии? Вам нужно принять опасность доверия Иисусу всей своей жизни и следование за Ним, куда бы Он ни пошел. Но где бы вы ни были, помните, что Иисус с вами? Он приглашает нас присоединиться к Нему в распространении Царства Божьего и приглашении людей в Него. Приводить людей к Иисусу самое важное и значимое использование вашей жизни, которое только можно представить, но это также опасно. Иисус не всегда ведет нас в безопасности и комфорт. Как и ученики, мы можем последовать за Иисусом в лодку, в шторм, в демоническую среду и при этом знать, что Он всегда рядом. Мы знаем, что Он может защитить нас в любой ситуации. Даже если мы погибнем посреди шторма, мы все равно будем жить с Ним. Он решает жить нам дальше или продолжать Его миссию, или же умереть и быть с Ним лицом к лицу. Посреди всех опасностей этого пути, когда все закончится, и если мы были верными и послушными Божьему призванию на нашей жизни, Он гарантирует нам стереть все наши слезы. Больше не будет никакой боли, никакой смерти и никакой опасности. Мы ждем этого дня и говорим «Гряди, Господь Иисус!» Но до этого дня мы продолжаем выходить из толпы в опасность. В Откровении 14.4 говорится о людях Божьих, которые получают вечную жизнь, и там сказано, что эти люди следуют за Агнцем, за Иисусом, куда бы Он ни пошел. Поэтому мы взываем не только «Приди, Господь Иисус!», но Дух Святой наполни нас, чтобы мы каждый день имели силу и власть для опасных миссий от Иисуса. Давайте помолимся. Бог, спасибо за истину и за пример, который Ты показал нам в Слове. Спасибо за то, что, несмотря на опасность и рискованные ситуации в следовании за Тобой, мы можем быть уверены, что Ты всегда с нами. Как бы ни было страшно, будь то физическое, или духовное сопротивление или сражение любого рода, спасибо за то, что Ты победитель и Ты ведешь нас в Своей триумфальной процессии. Мы следуем за Тобой, Иисус, в вечность. Молюсь за всех, кто смотрит нас сейчас и, возможно, боится выйти и отделиться от толпы. Господь, дай им уверенность, которую можно обрести не только в Тебе. Пусть они перестанут черпать уверенность в толпе и в окружающем их мире, но вместо этого начнут любить Тебя и следовать за Тобой, Иисус. Я также молюсь за тех, кого пугают опасности, связанные со следованием за Тобой. Иисус, дай нам силы, чтобы мы больше не избегали опасных и дискомфортных ситуаций, когда дело касается распространения Евангелия. Вместо этого помоги нам охотно следовать за Тобой, делиться Твоей любовью и доверять Тебе, чтобы не возникало на нашем пути, Ты всегда будешь рядом. Молим Тебе об этом во имя Иисуса. Аминь. Аминь.